Здравствуйте! Вы смотрите видеодайджест ОГУ «Объектив» в студии Мокравцова и Максим Кузьмин. Сегодня выпуски Всероссийская методическая конференция и признание аспирантов ОГУ, а также визит делегаций Северной Европы. Самые актуальные вопросы и перспективы развития на несколько лет вперед. На прошлой неделе ОГУ собрал ученых со всей страны. На три дня университет стал центром общения научного сообщества. На ежегодной научно-методической конференции университетский комплекс как центр образования науки и культуры побывали наши корреспонденты. И вот что они узнали. Число всех участников превышает тысячу человек. Через несколько минут в ОГУ начнется Всероссийская научно-методическая конференция. Эта конференция не первая. Даже вот под этим названием, как университетский комплекс региональный центр образования науки и культуры, она уже третья. В этом году у нас из 25 городов России участники подали свои доклады. И из двух городов Казахстана. Значит, почему мы ее проводим? Она не научно-практическая, она научно-методическая. Потому что здесь мы определяем перспективные направления развития образовательного процесса на следующий год и как минимум на ближайшие три года. На пленарном заседании выступают представители администрации ВУЗа и крупнейших предприятий региона. Эксперты отмечают, ОГУ играет важную роль в развитии области. Началом взаимодействия нашего предприятия с университетом стало создание кафедры теплогазоснабжения и вентиляции гидромеханики. Это свидетельствует об инновационном направлении университета и его руководства на сегменты развивающихся отраслей производства в регионе. Наиболее актуальные вопросы обсуждений – деятельность университетских комплексов. Основное внимание уделяют подготовке кадров с учетом потребностей рынка труда. Конференция действительно на сегодняшний день является весьма актуальной. Дело в том, что сегодня совершенствование технологий производства, быстрый лод новых прогрессивных методов управления производством, стандартов, ГОСТов, идет быстрое развитие интенсивной экономики Республики нашей и в целом Российской Федерации. Помимо пленарного заседания в программе трехдневной конференции – круглые столы и работа 25 секций. На одном из круглых столов, прошедших в рамках конференции, эксперты обсуждали вопросы дополнительного профессионального образования и потребностей региона. Но был еще один круглый стол. На нем обсуждали цели, задачи прикладного бакалавриата и многое другое. О нем наш следующий материал. Наша с вами сегодня карта желаний называется так – реализация образовательных программ в сетевой форме и подготовка кадров по прикладному бакалавриату. В рамках научно-практической конференции «Круглый стол». Его участники – представители администрации вуза, деканы факультетов, преподаватели и ведущие специалисты предприятия Оренбужья. Темы обсуждений – дуальное обучение, цели и задачи прикладного бакалавриата, реализация сетевых образовательных программ, а также кластерные модели взаимодействия с работодателями. Для нас почему важно взаимодействие с вузом? Потому что специфика нашего предприятия очень тонкая. И наше предприятие работает в профессии нашего предприятия, связанная с опасностью, с риском и так далее. То есть очень важно, чтобы специалисты выпускались очень высокого уровня, очень высокого класса. Мы должны, естественно, иметь какие-то взаимоотношения, должны между собой работать. Данный круглый стол – это не единственная встреча. Мы очень хорошо взаимодействуем с Аэрокосмическим институтом, поскольку большинство сотрудников завода – это и есть выпускники этого института. Вы обратили внимание, я называла вам циклы 42 тысячи, да, где-то 86-87 год, и в 13-м году ныне 30 тысяч 265. Демографическая ситуация в Оренбурге за последние 30 лет. Ее анализ в основе исследования на тему формирования семейных ценностей в современном обществе. Это первый доклад на заседании секции «Университетский учебный округ» в региональном образовательном пространстве, но далеко не последний. Выслушивая доклады и руководителей образовательных учреждений, и лучших педагогов, которые уже имеют, будем говорить, обобщенный опыт и могут заявить его на уровне научного доклада, это уникальная кладовая того, что представляет на сегодня современное образование. В заседании секции 40 докладов. География участников не только Оренбуржья. Свои научные труды представили ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Нальчика, Казани и Златоуста. Темы исследований разнообразны. От формирования семейных ценностей до практики управления вузом. Мало университетов имеют такую оболочку, такое слово, которое называлось «Университетский учебный округ». Вполне понятно, почему из наиболее ярких секций на этой конференции является секция. Множество докладчиков, которые представлены самыми разными людьми самых разных учебных заведений. Всего в рамках Всероссийской научно-методической конференции «Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры» проведено 25 секций. За три дня работы на них прозвучало более 700 докладов. Более 2000 километров разделяет ОГУ и Финский университет прикладных наук Турком. Это колоссальное расстояние не помешало делегации из Финляндии посетить наш вуз. С какой цель зарубежные ученые прибыли в Оренбургский госуниверситет, расскажем в следующем сюжете. ОГУ вновь встречает иностранных гостей. Деканы факультетов и ведущие ученые вуза на презентации Финского университета прикладных наук. 20% населения Финляндии – студенты. В самой стране всего 6 вузов. В городе Турку мы готовим специалистов для промышленности, здравоохранения и культуры. Цель визита зарубежной делегации в Оренбургский госуниверситет – подписание договора о сотрудничестве. Согласно документу, два крупных вуза будут работать над совместными проектами. Надо сказать, что в течение последних лет очень плодотворно развивается сотрудничество с Финляндией. Я уже цифры приводил. За последние три года 29 наших студентов продолжительность обучения, один семестр обучались в различных финских университетах. После презентации делегации Северной Европы на приеме у ректора ОГУ Владимира Ковалевского. Участники встречи отмечают – у вузов много общего. Итог – подписание договора. Мы оцениваем систему высшего образования России высоко. Достаточно высоко для того, чтобы мы приезжали сюда в Россию и заключали договоры с российскими университетами. В рамках этих договоров мы рассчитываем развивать сотрудничество в области научных исследований и академических обменов. 8 февраля – День российской науки. И, конечно же, ее будущее находится в руках вчерашних студентов. Накануне праздничной даты наши корреспонденты выяснили у молодых ученых ОГУ, почему и зачем они поступили в аспирантуру. Учеба в аспирантуре дает возможность участия во всяких конференциях, конкурсах. То есть даже вот я участие принимала у нас в конкурсе и получила грант губернатора Оренбургской области. Конечно, аспирантура, что же она дает? Она дает престиж, я думаю, это уверенность в себе. Ну и, возможно, еще получение какой-то более высокооплачиваемой работы. Во-первых, учеба аспиранта заключается в том, что он более самостоятельно и инициативно проявляет свои способности и знания во благо науки и во благо решения научных проблем. 4 февраля преподаватели ОГУ проведут университетские лектории для одаренных школьников Оренбурга. Тема – мировая художественная культура и изобразительное искусство. С 4 по 6 февраля в ОГУ в рамках недели психологии преподаватели университета проведут мастер-класс «Психология для учителя», а также консультации для школьников и родителей. 8 февраля в День российской науки в ОГУ пройдут публичные лекции. На четырех научно-популярных занятиях по филологии, культурологии, экономике и физике ученые университета расскажут просто о сложном. Записаться на лекции может любой желающий на сайте ОГУ. Это были новости университетской жизни для тех, кто учится и учит. С вами были Максим Кузьмин. Я Макравцова. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова